Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте, короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией, уезд Барбар. 1100 человек остались на дороге в холодно-зимних условиях, омбудсмен Арцаха. Мы делаем все возможное, что в наших силах, чтобы снизить напряженность. Нет прайс. Организация «Кавказ Эритас Вождь» зафиксировала в Нагорном Карабахе 5 уничтоженных, 7 поврежденных, 17 опасностей местностей со стороны Азербайджана. Офис представителя по международным правовым вопросам обсуждает перенос ситуации Бердзора в международное правовое поле. Фильм «Тон Ратун» признан победителем международного конкурса Венского кинофестиваля «Этот мир человечества». Уезд Барвара находится в провинции Сыхерт, Вайлаэте, Багеш, Западной Армении. Из-за протяженности рельефа местности Барвар состоял из нескольких участков. Центром Барвара был поселок Хашер на левом берегу Восточного Тигра. В поселке Хашер находился каменный монастырь Сурб Асфатсатсин. Рядом с поселком сохранились руины крепости и стен Хашера или Барвара, которая в народе была принята как город-крепость. В провинции имела горный ладшав, была богата пастбищами, население в основном занималось скотоводством, земледелием, пчелеводством и виноделием. До середины XIX века в провинции насчитывалось 300 домов армянских жителей, большая часть которых, не выдержав зверств одиатских кочевников, а ганов покинула родную землю. До позднего средневековья подавляющая часть населения Барвара составляли армяне. Спустя время, в 1915 году, армянское население провинции Барвара подверглось массовой резне. Под давлением превосходящих сил противника была разрушена и разглавлена вся провинция. Население вынуждено было отступить с боемой в более безопасное место МОКС. Но какая-то часть армян все же не покинула родную землю. Летом этого же года выжившие также были вынуждены уехать, а основная часть поселилась в разных районах Восточной Армении. Защитник прав человека Республики Арцах Киам Степанян на своей странице в Facebook написал «Азербайджанцы по ложным экологическим мотивам перекрыли дорогу Степанакерт-Гурис, которая является единственной дорогой, связывающей Арцах с Арменией. Сложившаяся ситуация приводит к катастрофическим гуманитарным последствиям. Прикрешены поставки продовольствия, горючего, медикаментов и необходимых продовольственных продуктов. Около 1100 человек остались на дороге в холодных зимних условиях, в том числе 270 детей на данный момент отрезаны от семей. Это очередное проявление азербайджанской политики и этнической ненависти, направленное на запугивание народа Арцаха под антологической угрозой допиться от Арцаха на уступок в различных жизненно важных вопросах и навязать свою волю. Это широкомасштабные и грубейшие нарушения прав человека, на которые до сих пор нет должной международной реакции. Я ожидаю активной реакции международных посредников. Западная Армения строго осуждает действия азербайджанской стороны, которые могут иметь катастрофические последствия и призывают международные сообщества перейти к резким действиям. Давно пора восстановить безопасность народа Арцаха. Пресс-секретарь Госдепартамента США Аннет Прайс в ходе ежедневной пресс-конференции с журналистами ответил на вопрос следить за Вашингтон за ситуацией в Лачинском коридоре и последними беседами президента Российской Федерации Путина и армянской и азербайджанской сторонами по этому вопросу. Мы последовательно сосредоточены на этом вызове – ослаблении напряженности, необходимости остановить эти две страны на пути устойчивого, всеобъемливающего регулирования. В Вашингтоне мы организовали встречу двух стран на уровне министров иностранных дел. То же мы сделали в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН. Кроме того, наш старший советник Филипп Рикер активно участвует в диалоге с официальными лицами двух стран, чтобы быть уверены, что мы делаем все, что можем, и самое главное, что эти две страны делают все, чтобы напряженность снизилась, сказал Нед Прайс, информация источника «Голос Америки». На трех участках Нагорного Карабаха наиболее заметен ущерб, нанесенный армянскому историко-культурному наследию. Первый участок находится в городе Шуши и его окрестностях. Второй участок находится в южной части Нагорного Карабаха, где строятся новые дороги. В последние месяцы армянское историко-культурное наследие Рачинского района находится под серьезные угрозы. Об этом в ходе 4-го глобального форума против преступления геноцида заявил ассоциированный профессор факультета Ближневосточных исследований Корнельского университета, сороководитель Кавказус-Эриташ-Водч Лори Хачатурян. Зафиксировано 5 поврежденных разрушенных мест, 7 поврежденных и 17 находящихся под угрозой исчезновения местности с тех пор, как началась Вторая война в Нагорном Карабахе. После документированных наших открытий мы отправляем наши доклады Национальным комиссиям ЮНЕСКО и специальным докладчикам ООН как в Азербайджане, так и в Армении. Мы отправляем доклады Госдепартаменту США и адвокатам, вовлеченным в Международный суд Армении против Азербайджана. Надеемся, что широко распространяя обнаруженные нами факты, мы сможем предотвратить дальнейшее уничтожение, сказала Лори Хачатурян. Офис представителя Армении по международным правовым вопросам сообщает, что обсуждает возможность применения Азербайджана международных правовых механизмов эксплуатации Берзорского коридора. Учитывая, что за последние два дня блокирование Азербайджана движения граждан транспортных средств и грузов по Берзорскому коридору вызывает ряд нарушений основных прав жителей Арцаха, Офис представителя по международным правовым вопросам обсуждает возможность задействования международных правовых механизмов. О предпринятых шагах сообщится дополнительно, говорится в сообщении. Национальный киноцентр Армении сообщает, что фильм режиссера Инны Махитарян Тонратун признан победителем международного конкурса в Венского кинофестиваля «Этот мир человечества». Этот фильм о пяти женщинах, которые на женской территории Тонратуна площадью в 30 квадратных метров пекут лаваш, обсуждают жизнь и войну. Режиссер фильма Инна Махитарян, оператор-постановщик Андраник Саакян, производство до кино «Ла Хит Синет Продакшн». И в завершении новостей послушай музыкальное произведение. «Ла Хит Синет Продакшн» Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!